Если вы хотите разнообразить свой рацион с помощью бобовых, предлагаю попробовать нут. Его еще называют на год. Сегодня покажу легкий, быстрый и вкусный рецепт. И самое главное, что для него понадобится минимальное количество ингредиентов. Давайте приготовим нутовые вафли. Итак, два основных ингредиента нашего блюда – это яйцо и, собственно, нут. Будем использовать консервированный, но в целом можно использовать и вареный нут. Но для этого его нужно предварительно замачивать на ночь, затем долго варить. А консервированный вариант, конечно, сокращает время приготовления рецепта от нескольких часов до 15 минут. В составе консервированного нута уже есть соль и перец, поэтому дополнительно специи можно не добавлять, но я все-таки добавлю еще щепотку куркумы. Эту специю я люблю и добавляю практически во все блюда. На приготовление нутовой смеси ушло буквально 2 минуты. Разогреваем нашу вафельницу и перед выпеканием вафель не забудьте немного промазать панели оливковым маслом. Выкладываем смесь. Время приготовления зависит от мощности вафельницы – от 3 до 5 минут. Если появилась румяная корочка, вафли готовы. Приступаем ко второй партии. Для разнообразия добавим в нутовую смесь семена кунжута льна, тыквы и подсолнечника. Вот такой несложный и быстрый рецепт получился. Обязательно попробуйте приготовить нутовые вафли. Их можно подать к завтраку, дополнив яйцом пашот или глазуни, или к ужину с порцией зеленого салата. Приятного аппетита!